всем привет сегодняшнее мое видео будет посвящено не какой-то модели пистолета а боеприпасом для пневматических и страйкбольных пистолетов я уже честно устал от этого холивара одни говорят вот нужны только железные шары 4 и 5 другие только пульки 3 страйкбол говно 6 миллиметровые шарики ими стрелять скучно надо брать только пневматику ищу хочу и т.д. и т.п. ребят давайте во первых все таки определимся то есть понятиями то есть пневматический я в роликах называют называю это то что стреляет железными боеприпасами то есть четыре с половиной миллиметра либо шарик либо пулька страйкбольные это 6 миллиметров пластиковый шар то есть они предназначены для игры страйкбол что пистолет и что привода и почему пластиковый да просто чтоб элементарно была безопасность для игроков чтоб невозможно было развить очки защитные т.д. и т.п. и не нанести серьезных травм так вот давайте объясню как бы для тех кто не понимает в принципе простую истину все blowback пистолета практически 90 процентов что идут в 4 и 5 варианте по шарики биби они переделаны из страйкбольных то есть что коль 1911 что берет ты то есть изначально они все делались в 6 миллиметровом калибре а соответственно когда они переделываются в четыре с половиной миллиметра никто не смотрит на какие-то тонкости особенности просто тупо заменили ствол и магазин и получили как бы пневматическую версию вот допустим тот же страйкбольный кольт докупаем к нему пневматический стволик по 45 и магазин стоит они не так дорого и мы можем их менять и менять местами калибре то есть страйкбольные превращать пневматические обратно и сразу скажу что пневматические то версии парк и характеристикам становится гораздо хуже то есть я не видел что пневматический еще превосходил хоть раз своего страйкбольного собрата то есть по факту кого-то смущает конечно пластиковый шар но смотрите в чем тут весь фокус вот допустим берем и берету которая сделана квц 6 миллиметров крана 0 вторым шаром выдает 150 145 метров в секунду алюминиевым шаром 0 31 грамм а вот к этому у вас я упорный подводил что у нас есть 6 миллиметровые алюминиевые и стеклянные шары она выдает 130 метров в секунду при том как от умар x версия в пневматическое четыре с половиной выдает всего 95 98 метров в секунду то есть она гораздо слабже и все пневматические версии стоят гораздо дороже например тактическая версия 1911 от кэйвиси стоит 10 500 а от глэчера такая же в четверке будет стоить 1017 почему типа многие считают вот там глэчер лучше нет глэчер также заказывается эти запчасти у к и дабы весе просто по пневматике есть определенный ряд сложностей чтобы ее привозить продавать экспортировать то есть страйкбольная гораздо проще все это привозится поэтому на него соответственно цены и ниже ну и в каком-то случае фактор влияет что это прямо от производителя а там скажем так компания глэчер она просто экспортер закупает запчасти у к в с ну то есть она не производит сама запчасти закупила и сделала свой логотип поставила и продала дороже со своим логотипом вот и все то есть в принципе иногда проще если уж хочется прямо 45 купить страйкбольные докупить отдельно например стволик и магазин и это у очень многих моделях так кому интересно можете поизучать этот вопрос но меня в принципе это мало интересует у меня допустим кальтанком есть сменные стволики иногда меняю но также у нас для страйкбольных есть вот эти интересные боеприпасы они у нас не продаются я заказываю в китае то есть 6 миллиметровые алюминиевые шарики весом 0 31 грамм и стеклянные шарики весом 0 31 грамм стеклянные они конечно меня дестроят меньше но интересно и надо имя пострелять алюминиевые сами понимаете это уже не пластик до некоторые мне там писали в комментариях я купил стальные шары стреляю стальными стальные шары это шарики для рогатки не для пистолетов стальными шарами вы просто убьете ствол и никакой дальности выстрела не будет они весят около грамма для этого пистолета для любого пистолета на co2 на green газе это очень много вес у них должен быть там 0 30 35 грамм максимум причина с алюминий идеально подходит не убивает ствол поскольку он мягче и латуни и стали и очень эффективно стреляет и получает убойную силу пистолет стоит они конечно дороже чем шарики биби но опять же вы можете упить дешевым пластиком докупать такие докупать такие у вас всегда есть вариативность кстати в свою очередь также у нас есть пластиковые шарики калибра 45 то есть если кому-то хочется пострелять там где-то дома или там где есть опасность рикошета медного этого шара пожалуйста можете заказывать и стрелять ими летят они точно скорость у них получается больше вылет они легче весом точность достаточно неплохая по крайней мере у пистолетов то есть если мы говорим там о 10 20 метрах и гораздо более все безопасно и вот переходим самому интересному многие также недолюбливают привода страйкбольные хотя они есть просто шикарные то есть допустим та же серия автоматов калашникова от почти всех производителей она производится полностью стальная копирует полностью внешний вид некоторые запчасти совместимые от боевых автоматах и достаточно они интересны но многие реки фу-фу-фу пластик пластик так вот опять же то есть мы можем получить классную страйкбольную игрушку и кому уж очень хочется дестроить баночки бутылочки ради бога покупайте стреляйте тем более что те же страйкбольные привода вот допустим у меня аксу затюнена она дает 0 вторым шаром 160 метров в секунду то есть таким алюминиевым 031 это примерно 140 145 метров в секунду и при том что он умеет стрелять очередью со скорострельностью 1200 выстрелов в минуту то есть сами думаете насколько это интересно или нет и опять же там не нужен никакой газ не надо о чем заморачиваться покупайте шары заряжайте батарейку и стреляйте то есть я сам до этого долго доходил кому-то может быть мой опыт будет полезен ладно буду надеяться что в этой теме мы разобрались раз и навсегда всем спасибо за просмотр смотрите другие мои видео ставьте лайки подписывайтесь